К созданию своего знаменитого портрета, а закончил, когда композитором живых уже не было. И вот обратите внимание, эту копию поделек Третьяковской грибе. Это очень глубокий, задумчивый взгляд, полон трагизма. И вот рядышком с Мусоргского лежал трактат Берлёза в инструментовке. Он закончил Хованищину, но её нужно инструментовать. И вот трактат лежал рядом в госпитале Мусоргского. И не о здоровье думал. Он не думал, что так близка смерть. Он думал, как инструментовать Хованищину, как продолжить работу над Пугачёвщиной. Он только приступил к её созданию. Но смерть не щадит никого. Ах, я несчастный, всё кончено. Это последние слова, которые произнес в Мусоргской. За два дня до смерти у него наступил паралич рук. Он уже не мог держать газеты. Друзья приходили, навещали, читали ему газеты. Официального диагноза смерти нет. В некрологии Стасов писал, что у Мусоргского было воспаление спинного мозга. Наступил паралич дыхательных путей, паралич сердца и рожистое воспаление ноги. Вот, вероятно, рожистое воспаление давало такую высокую температуру, что Мусоргский находился без сознания. А ведь антибиотику никаких в то время не было. И вот 42 года ушёл из жизни этот великий человек. Похоронили его в Александр-Невской лавре в Петербурге. Через 4 года на средства друзей там установили памятник. Сейчас трудно представить страну мира, где бы опера Мусоргская не звучала. Самый востребованный композитор за рубежом в Мусоргский. Дальше идёт Чайковский. И дальше тоже наши великие композиторы. КОНЕЦ